итак всех приветствую наконец-то мы собрались и готовы начать нашу защиту проектов эта школа сурового практика и наконец-то мы подошли к тому знаменательному моменту когда вы можете продемонстрировать все свои полученные знания и умения в виде презентации своей собственной и так сказать показать красочно свой проект за это время вы сделали огромный шаг вперед вот поэтому я вас просил подобрать то что вы делали в начале то что сделали в конце это даже прежде всего для вас в первую очередь чтобы вы посмотрели что у вас получилось за эти три месяца ну чуть-чуть побольше какой огромный скачок вперед вы сделали я думаю что вы сами наглядно это за собой проследили все вы подготовили презентации и все мы с вами знаем что работа дизайнера это в том числе хорошая презентация презентация своей работы сегодня мы будем смотреть не только ваши замечательные проекты но и умение презентовать это тоже мы с вами проходили учили тренировались и сегодня в течение пяти минут каждый из вас все эти навыки умения продемонстрирует и я уверен просто что это будет прекрасно и великолепно мы все заслушаемся конечно и захотим получить эти проекты все каждый проект я хочу кстати заранее обратить татьяна владимировна каждый проект по-своему уникален они все разные у девочек все нету ничего похожего на наших курсах я стараюсь не навязывать своего мнения а помогаю им раскрыться ну то есть чтобы они каждый вот как видят как могут творили даю при этом конечно же инструмент инструмент инструментарий что с помощью каких инструментов с помощью каких приемов они могут это сделать но нету никакого навязывания что это хорошо это плохо у нас все в принципе хорошо да так что да я помню меня зовут екатерина дубских и я являюсь дизайнером и заказчиком собственно говоря своего же проекта проект носит название на горный в стиле басанова басанова это мое самое любимое музыкальное направление именно его я взяла за отправную точку кто-то берет картину кто-то период предмет и мебели для меня это музыкальный стиль потому что я обожаю ту легкость то движение то летнее морское настроение которое возникает у вас когда вы это все слушаете и так что у нас есть точки зрения плана и планировки с чего мы начинаем это стартовая планировка собственно говоря от нагорного красным я обозначила не самые удачные на мой взгляд моменты это огромное прихожие это большой длинный коридор и вот эти вот несущие стены из-за которых я не могу поиграть с планировкой так как бы мне хотелось зеленые это наши позитивчики это панорамные окна которые занимают практически все 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 это прекрасные хорошие просторные санузлы и сейчас все ваше внимание прошу привлеките вот к этой вот прихожей которая была минусом следующее что я сделала для того чтобы решить момент что легкий интерьер не может быть загроможден мебелью я решил отказаться от всех шкафов во всех комнатах но увеличить при этом зоны хранения для меня это очень важно и вот мы берем вот эту стеночку которая была у нагорного и сдвигаем сдвигаем для чего папа получается босса нова планировка где есть возможность детскую гардеробную вынести в ту большую прихожую которую сейчас у нас получилось более функциональной также есть гардеробная и в родительской спальне но это все будет вот здесь более понятно и так посмотрите большой шкаф для хранения у нас есть в прихожей детской гардеробные никаких шкафов в детских большущая разделенная на половину с огромной гардеробной спальне родителей далее у нас есть гостевой санузел там есть хозблок в основном санузле у нас есть место где хранить все все халаты полотенце нижнее белье чтобы не было крика мама принеси мне это все у нас уходит и конечно еще вот эта вот кухонка и так называемая кладовка которая в американском хозяйстве называется пендри это позволит отказаться от всех верхних шкафов и все что нужно это будет храниться там ну что кто-то из классиков сказал что живопись это застывшая музыка и я думаю автор этой картины александр склиманс который мы уже связались он прекрасно это понимает посмотрите какой жизнерадостный контрабасист который несет твой желтый контрабас как символ хорошего настроения и где бы он его не поставил там будет звучать музыка там будет звучать басанова там будет легкость и комфорт именно эту картину я взяла за основу визуал с визуальной точки зрения моего интерьера а нет вот так и вот посмотрите какие цвета оттуда выходят сочные морские ли о ли летний легкий там лаванда прованса вообще вся эта картина пропитан таким вот морским духом до побережье маленький деревенский прованс на вот эти вот кафешечки все прочее и сейчас я вас наверное приглашу уже прогуляться по моей будущей квартирой но пригуляться с точки зрения гостей приватную часть я пока не покажу и кстати прихожая она тоже пока находится в разработке мы начнем с того что когда вы ко мне придете вам нужно будет помыть руки и вы воспользуетесь гостевым санузлом для начала и так вот коридорчик у нас пам-пам ага и вот собственно справа это гостевой санузел а слева у нас основной санузел вам мои дорогие будет в гостевой прямая дорога и когда вы откроете дверь то там вы увидите вот такие вот замечательные шкафчики в прованском стиле что же у нас там скрывается посмотрите там есть сушильная машина там есть постирочная собственно говоря такая небольшая наверху можно хранить и различные вещи для стирки затем у нас есть здесь и бойлер и место где поставить хоз часть а далее у нас есть абсолютно прекрасный по моему очень живой такой творческий и а деревенский вот этот вот туалетик а напротив если вы сядете вот такая красота вам откроется где можно помыть ручки в общем все очень хорошо как я уже говорил вот этот длинный коридор это минус но мы превратим его в плюс сделать его таким взлетной полосой для вашего взгляда и ваш взгляд когда вы по нему пройдетесь попадет в панорамное окно и прекрасный кованый стол которого мы посинили ножки для того чтобы придать ему атмосферу вот такой морской летней тематике старый а-ля венские стульчики поворачиваем направо и здесь так кухня который я вам говорила вот она кладовка пентри деревенская в духе кантри в духе такой беззаботной жизни кухонка если мы развернемся то потом мы попадаем в отдыхательную зону это плетеная мебель которую можно будет перенести и на балкон это камень который можно также переносить по всей квартире устраивать романтик там где вам захочется ну что и у нас еще есть конечно же наш балкончик посмотрите здесь можно отдыхать во всех формах также у меня еще есть конечно же и спальня существует и детская но у меня ограничили по времени поэтому следующий слайд это спасибо вам за внимание надеюсь вам было интересно его обязательно захочется проследить какие же приватные зоны и как я оформила в своем новом интерьере я хочу сказать огромное спасибо нашему предводителю можно не быть таким серьезным потому что когда я увидела что открывается ну объявляется очередной набор в школу школу сурового практика я подумал что с точки зрения суровости и практицизма я подхожу с точки зрения школы но я включусь постоянно мне нравится это я в этом черпаю свое вдохновение и мне очень интересно было попробовать свои силы смогу ли я то есть я сама себе бросила вызов а смогу ли я сделать проект потому что кроме меня мою семью мало кто может понять так я знаю изнутри их да и мне проще чем долго объяснять почему мне нужно сделать именно так или на это взять это сделать самой и вот я хочу сказать огромное спасибо нашему предводителю за то что я я поверила в себя я поверила и правда я поверила в себя как в человека который может создать интерьер для своей семьи я не говорю о том чтобы заниматься этим как бы профессионально потому что ну сначала надо осуществить один а дальше уже думать о том что чтобы что будет дальше потому что еще раз повторю на один проект идея есть у всех именно поэтому наверное не все становятся дизайнерами впоследствии кто-то меняет фронт работы вот но тем не менее спасибо огромное за вот это вот ощущение спасибо огромное за возможность учиться с 20-летними девочками я от вас такой энергии понабралась это потрясающе когда пришла мужа слушай что я делаю там я не знаю там молодые девочки пришли я пришла говорю они все такие креативные они все такие там все это делать игры я со своим этим техническим кретинизмом но тем не менее ну вот это все что я смогла сделать так исходя из той программы который у меня есть я начинаю сейчас осваивать фотошоп я хочу попробовать это все-таки еще вот этого 3d визуализацию опять же бросить я люблю бросать сама себе вызовы сама на них отвечать сама гордиться потом собой сам самостоятельным человек в этом плане да но тем не менее вот эта отправная . где я получила в принципе вот ответы на все вопросы есть также технические вот эти вот все карты по-моему это все что нужно надо определиться хорошие ремонтные бригады что задавали меньше вопросов и больше делали и делали в срок так что вот спасибо вам девочки спасибо вам за это опыт который вы нам дали так это с которым поделились он очень полезен потому что я даже хотя бы примерно стала понимать как действительно сдавать проекты какую надо документацию делать потому что мы очень мало с документацией работали главный инсайт который я получила вообще со всего вот этого курса с всего вот этого времени это то что нужно не бояться быть автором в плане что нужно быть человеком который может сделать что-то лучше чем в интернете мы после каждой вашей практике вы ходили думаю вот насколько можно быть заряженным своей работой и все да это вот серьезно это правда и я хочу сказать вам огромное спасибо на самом деле за то что вы нам дали столько информации за то что вы с нами работали и ну это бесценный опыт правда спасибо вам был очень крутой действительно у меня распахнулись глаза на мир когда я прошла ваши курсы и я поняла вот этот вот стиль когда ты делаешь интерьер от себя от своих ощущений и настраю настроиться на своего покупателя как бы клиента пытаешься прочувствовать и пропускаешь это как бы через себя я теперь поняла что такое дизайн поэтому большое вам спасибо я очень рада что вам попало на самом деле это не курсы это вот такой хороший пинок просто в жизнь я просто правда очень сильно воодушевлена и это действительно новый взгляд на дизайн из именно ощущений и прежде я этого не знала и я когда сама увидела я увидел фидбэк назад вот потом может быть после этому посмотрим вот там действительно яду и сейчас я понимаю что я готова как будто бы взять реальный заказ может быть кого-нибудь я научилась как жить исходя из комфорта не так не то что предложили а выйти за рамки сделать то как ты хочешь и это было очень важно мы шли с этого занятия и просто визжали визжали а от того насколько вы классный насколько вы заразительный насколько вы крутой реально как вы насколько вы начитаны я была у вас в доме в библиотеке столько книг по моему несколько у вас в доме вы действительно профессионал своего дела и помимо этого не говорите сухими фактами вы не грузите тонны информации которую невозможно воспринимать все что вы говорите просто вот залетает и остается навсегда поэтому правда спасибо вам большое я очень рада что это со мной случилось это это вообще такое счастье реально быть здесь быть частью и получить эти знания что вы делаете правда огромную работу спасибо вам большое за это продолжайте учить дальше всех студентов пусть к вам тоже приходит на на практику на повышение скиллов это очень круто я очень рада спасибо спасибо